Роман Казаков у нас в программе, председатель Координационного Совета Народного Контроля ЖКХ. Доброе утро! Доброе утро! Ну что же, содержание мусоропровода в многоквартирном доме. Просто к нам очень часто обращаются в редакцию новостей, и к нам все время говорят, что как-то его обслуживают неправильно, этот мусоропровод. Что вообще с ним делать, кроме того? Чистить? И чистить надо по-разному. Ну, безусловно, если мы говорим про многоквартирный дом, то за содержание мусоропровода будет отвечать либо управляющая компания, если в доме мы выбрали такую форму управления, либо товарищество собственников жилья. Третья форма управления, как непосредственное управление, обычно в многоквартирных домах применяется такого типа, где мусоропровод не предусмотрен, потому что в тех домах не более 30 квартир, а это обычно двухэтажные дома, и мусоропровода там, конечно, нет. Что касается самого мусоропровода как конструкции, безусловно, как я и сказал, за него отвечают управляющие организации, либо ТСЖ, и есть нормативные регламенты, которые они должны выполнять. В частности, когда мы говорим про управляющую компанию, либо товарищество собственников жилья, и те, и другие руководствуются, во-первых, федеральными нормами законодательства, а управляющая компания, либо товарищество, опять же, если подписали дополнительные какие-то регламентные документы, еще и этими самыми внутренними документами, то есть управляющая компания договором, товарищество с соответствующим соглашением. В идеальном случае, когда мы говорим про то, чтобы мусоропровод работал, и при этом не было никаких запахов, и не было никаких предпосылок для возникновения грызунов или каких-то бактерий вредных, болезнетворных и так далее, мусорокамера и сам контейнер в мусорокамере должны очищаться ежедневно, потому что, вне зависимости от того, насколько аккуратны жители, насколько правильно все спроектировано, так или иначе, что-нибудь все равно вывалится и как бы что-нибудь запачкает. А клапаны в мусоропровод, это вот эти самые ящички, которые мы отодвигаем, чтобы туда бросить пакет с мусором и его закрыть и забыть про него, должны в идеальном случае убираться раз в неделю, промываться, а ствол мусоропровода, опять же, в идеальном случае должен промываться раз в месяц. Это мы описали такую идеальную картину, применяя, воплощая в жизнь которую, в вашем многоквартирном доме не будет ни запахов, ни грызунов, ни насекомых, ничего другого, потому что все, что необходимо, управляющая компания делает. На практике получается иначе, потому что нормативные документы не всегда закрепляют необходимую минимальную периодичность проведения тех или иных мероприятий. Вот, допустим, если мы берем город Москва, управлением Роспотребнадзора по Москве, соответствующие регламенты четко зафиксированы, и все управляющие организации и ТСЖ должны этим регламентам следовать. Красноярский край здесь исключение, поэтому, точнее, не исключение, а Москва исключение. Красноярский край как раз попадает в общую практику по России. И здесь управляющие организации руководствуются договорами управления, а там, как правило, прописаны иные регламентные работы. В частности, промывка ствола мусоропровода там обычно прописывается либо два раза в год, либо по мере необходимости. Когда последний раз у нас убирали клапаны мусоропровода, жители, наверное, многоквартирных домов и не вспомнят, хотя, по идее, должны были бы об этом тоже быть осведомлены. Ну и де-факто получается, что эти регламентные нормы не выполняются. Что касается действий управляющей организации, ну, понятно, они пытаются сэкономить, потому что в договоре не предусмотрено, чтобы была соответствующая периодичность выполнения работ, промывка мусорокамеры и мусорного контейнера даже. А, значит, клапаны мусоропровода, ствол мусоропровода, необходимо несоответствующие расходы предусмотреть в тарифе на жилищную услугу и его утвердить на общем собрании собственников. Если такие мероприятия будут проведены, управляющая компания будет обеспечена необходимым финансовым ресурсом, в этом случае не возникнет никаких сложностей с тем, чтобы эти мероприятия в жизнь воплощать, если управляющая компания, конечно, добросовестная. Поэтому для того, чтобы нам это все воплотить в жизнь, необходимо задать управляющей компании вопрос, или самим ознакомиться с договором управления, как это у нас все предусмотрено, и если все с этим в порядке, то есть, как бы, что управляющая компания готова эти мероприятия выполнять, ну, тогда просто подписать дополнительное соглашение к договору, утвердить тариф, который предусматривает расходы на эти мероприятия, и в доме обеспечить необходимые работы по проведению. Вот мы несколько недель назад говорили по поводу промывки систем отопления, да, и вот сегодня говорим про мусорокамеры, стволы вот эти, мусоропроводы, да, но это такая работа для большинства невидимая, правда же, да? Конечно. Когда там промывали, где там промывали, кто там был на даче в отпуске и так далее, точно так же и с этим мусоропроводом, да, как нам понять, что действительно с ним работали, ну, что, ушел запах или что-то стало чисто, ну, как бы, пыль протерли, и тут видно, но туда же не заглянешь, тем более я знаю, что современные дома оборудуются специальными системами изначально на этапе строительства, это такие внутри щетки механизмы, их запускают, и он, значит, до низа уходит, как чистят старые, не современные мусоропроводы? Специализированным оборудованием, то есть, ну, тоже есть такие организации, да? Да, тоже такое оборудование есть, и есть организации, которые эти услуги предоставляют. Значит, как проверить? Ну, первое, самое простое, представителю совета дома, либо совету дома управляющей организации обязаны ежемесячно предоставлять акт выполненных работ, где указывать перечень мероприятий, который был проведен на колокольчикном доме. По необходимости или по плану, да, или по регламенту. И представитель совета дома, будучи человеком ответственным, или там членом совета дома, конечно, с закрытыми глазами подобные документы не подписывают, и они просят, ну, каким-то образом все-таки их ставить в известность о том, что работа проводится, чтобы он, даже не будучи специалистом, своими глазами посмотрел, что что-то делается. Ну, ну и понятно. Что касается жителей многоквартирных домов, всего многоквартирного дома, здесь, ну, вопрос именно потребительского внимания, в том плане, что мы заходим в подъезд, и запаха нет. Ну, значит, все хорошо, значит, все, что необходимо, делается, потому что в противном случае запах бы однозначно появился. Хотя, конечно, бывают и другие случаи, люди не хотят в своем доме иметь мусоропровод, и на общем собрании принимают решение о том, чтобы от мусоропровода отказаться, они просто заваривают мусорокамеру, и благополучно эти контейнерные площадки выносят, эти контейнеры выносят на контейнерную площадку, где-то на придомовой территории. Ну, если есть такая возможность. Если есть земля, есть возможность ее оборудовать, и уже организуют сбор на улице. Такое решение возможно двумя третьими от общего числа голосов в доме. И, кстати, в обратную сторону, если люди передумают это решение, тоже можно провести тем же самым коробом. В общем, пусть будет чисто везде. И дома, и в подъезде, и в мусорокамерах. Внимательно за этим наследим. И благодарим Романа Казакова, председателя Координационного совета народной контрольной ЖКХ. Сегодня поговорили на эту тему.